и включаю экран поделиться так у нас есть смотрите канал да я вам его скинула называется сопровождение новичка тут у нас ссылочки можете видеть что вообще включает себя до сопровождение чем это надо ой казалось бы да ну остался новичок ну как бы все пусть идет разбирается сам но вы же сами были новичками да и понимаете что это вообще новая какая-то новая профессия до абсолютная и вот как раз таки вот этот канал даст пошаговым инструкциям облегчает вам жизнь как спонсору который пригласил новичка начиная от стадии регистрации новичка и дальнейшие буквально это можно даже назвать первые 72 часа да вот что нужно новичку вот в первые буквально дни что дать какой материал что посмотреть о чем поговорить как вывести активировать заказ как вывести в рекрутных то есть вот об этом да здесь эта информация то есть буквально вот первые дни какую базовую информацию вы должны выдать дальше человек идет на наши другие активности ну давайте начнем да вот нулевого шага есть тебе знаете как сделал если бы завела в телеграме прям отдельную папочку называют сопровождение и у нас у меня здесь до сам канал закреплен и эти каналы все по отдельности то есть не как бы так удобно до пользоваться даже сама потому что я смотрю захожу и беру информацию если что-то видно же мой кран да напишите в комментарии все же видно итак смотрите да мы с вами начинаем вы можете у себя в телефоне открыть открыть как раз факт на любой регистрация новичка то есть вы уже этот этап если там первый раз пройдет если ни разу не регистрировали новичка вам уже можно будет сюда и не заглядывать потому что вы в принципе уже будете понимать как это делать да поэтому тут такие подсказочки опять же для того человека который вот впервые прям совсем-совсем да только вот у него появился первый новичок и он не знает как все до зарегистрировались как шаговая инструкция либо ну вы можете просто до его направить где найти да опять же может зайти сам почитать да здесь все что у нас здесь как зарегистрировать новичка буквально вот все по шагам что написать человеку с момента того как он только вам сказал да давай попробуем работать и вы здесь даже уже текст готовые тексты есть которые вы можете использовать при общении со своим новичком вот видите да допустим маша рассказывает что делать дальше сначала работу нужно оформить личный кабинет на официальном сайте сейчас отправлю ссылочку на регистрацию по ссылке откроется форму то есть что не забыть в общем до сказать человеку о том чтобы он потом активировал обязательно личный кабинет чтобы мог зайти и так далее все как создать эту ссылку видите мы регистрируем не берем данные человека но опять же это по насколько да человек активно пользуется до телефоном и умеет все это делать бывает что я например прошу дать человек какие-то сложности какие-то сложности в регистрации я говорю ну тогда скиньте свои данные я вас сама зарегистрирую а так в целях экономии своего времени ну и опять же человек он же самостоятельно вводит да то есть он уже ну и почту там проверить да свою ведет и все внимательно сделать вводит по ссылочке до реферально естественно вы экономите свое время вы видите на почте что человек зарегистрировался или он сам уже вам об этом напишет и здесь видите все дополнительные материалы как эту ссылочку создать где можно вообще эту ссылочку скопировать да у нас есть в нашем на сайте бизнес-приложение да вы можете посмотреть дальше да еще такой момент прежде чем вот например да среди вас здесь есть новички любой новичок он в течение 21 дня с момента регистрации может регистрировать новых людей без прохождения верификации верификация это подтверждение ваших данных потому что вы же заполняете реферальную ссылочку сами вводите данные вы же можете в принципе ввести туда все что хотите да то есть это может быть на самом деле недостоверная информация на компании важно понимать что вы настоящий человек потому что потом же компания будет вам перечислять деньги сначала на объемную скидку на ваш личный номер да за заказы которые вы будете сами размещать да товар оборот который будет у вас в вашем личном кабинете формироваться да за счет того что вы сами размещаете заказы за счет того что вы приглашаете людей и чтобы компания понимать что она отправляет эти деньги ну реальному человеку а не кому-то да выдуманным то есть ей нужно подтверждение вашей личности то есть вы просто загружаете своем личном кабинете свою первую страничку паспорта почему-то на все время перекидывает вниз и загружаете это буквально там минутное дело и соответственно у вас течение там суток даже низких буквально течение часа до чаще всего бывает уже эта верификация проходит соответственно что он вам дает то есть вы в дальнейшем на постоянной основе то сможете регистрировать легко людей пока это вот вам но как новичку в течение 21 дня без верификации после 21 дня вот просто будет стоять крестик не сможете никого зарегистрировать как это сделать здесь тоже есть видео поэтому сертификации я думаю здесь все понятно дальше почему он меня все время скидывает чему-то перекидывает вниз вот так вот делает и все я держу курсор смотрите дальше важность такой момент когда вы проходите верификацию сейчас нажму туда на какую-то картинку вот здесь у вас внизу будут такие соглашения не нужно да и тоже нужно как бы новичку сказать не нужно вот здесь ставить галочки да я не хочу выступать в качестве спонсора для других партнеров потому что вы тем самым вы прошли верификацию при этом вы поставили галочку то есть качестве спонсора это имеется ввиду в качестве человека который готов чтобы к нему в команду регистрировались люди да то ставите гадж соответственно опять же человек не сможет за себя вы не сможете всю команду регистрировать людей просто я вижу как бы частая ошибка многих уже наверное не знаю человеку пятому да вот так вот потом выясняем вот почему у него не проходит регистрация потому что он проходил верификацию здесь зачем-то поставил галочку видимо его сомнение довело в качестве спонсора для других партнеров спонсор не денежный да имеется ввиду спонсор человек который регистрирует выступает как уже такой наставник для своего партнера думаю здесь понятно дальше эти как меня почему-то перекидывать еще момента как можно взять данные можно попросить просто данный да если человек например не может сам заполнить какие именно данные до нужны ну все что касается данных ракеты вы можете просто даже себе сохранить эту картиночку дай скинуть человеку чтобы вручную не набирать или вы будете уже знать что здесь вы можете найти эту картинку зайти скопировать и отправить человеку дальше либо вы можете оформить получив эти данные либо в приложении винс приложение либо можете оформить на сайте oriflame в разделе оформить подписку новому партнеру то есть вы делаете то же самое чтобы сделал бы человек да только вы уже там ему не придумываете пароль но эти те же самые данные человеку нужно будет пройти также по ссылочке но уже ему будет представлена возможность активировать личный кабинет и придумать пароль который он будет дальше пользоваться ну и на этом этапе вот что да дальше здесь задача какая человек зарегистрировался мы просим его до дальше скачать приложение если приложение телеграм если у него его нет либо если есть найти вас написать в личку потому что она объяснить это тем что дальнейшее обучение у нас проходят все в телеграм потому что сейчас у нас единственный чат канал и чата у нас в телеграме поэтому более актуально продолжать в телеграме потому что и вам будет удобно чтобы человек подать информацию ну человек будет привыкать заходить сюда потому что там она также будет находиться в рабочих чатах каналы на наши командные разные каналы да информация какой какой-либо да по разным темам который он будет изучать поэтому в телеграме будет удобно поэтому ваша задача чтобы человек написал вам для того, чтобы вы дальше уже добавили его в нужные чаты и создали с ним чат-сопровождение. И вот здесь, смотрите, такая сразу проверить себя. Ваш новичок зарегистрировался, проверьте, что он прошел по ссылке, активировал личный кабинет и в третий момент перешел в Телеграм и написал вам в личку. Все. То есть если вы, ну, вы, в принципе, это же запомните уже, да, после, там, одного-двух раз, когда вы новичка зарегистрируете, и вы, в принципе, можете уже к этому шагу для себя не возвращаться. Но информацию всегда можете здесь посмотреть. Дальше. Первый шаг. Тут уже непосредственно новичок зарегистрировался, что с ним делать дальше, какую информацию скинуть. Здесь задача создать чат. Вы его создаете, ну, если вы со спонсором еще, да, только делаете свои такие первые шаги, и вы только начинаете, и у вас появились первые люди, то лучше создавать такой чат на троих, на четверых, со своим спонсором, там, с вышестоящим директором, ну, допустим, да, или, там, менеджер, с менеджером, да, со своим там еще, да, кто-то есть из спонсоров. Ну, то есть такой минимум три человека, да, где вы, ваш спонсор, ваш новичок. Если вы уже можете сами, и вы уже таких чатов несколько, да, провели, то вы можете уже самостоятельно сопровождать новичка, соответственно, чат не нужно будет создавать, и у вас будет просто такой вот, будет такая личка, да, с этим человеком. Хотя можно, в принципе, да, чат вдвоем создать, чтобы он у вас был такой, как бы, на двоих, да, скажем так, чтобы он не терялся, потому что в личке будет что-то одно, да, а здесь у вас будет такая вот информация уже касаемая этого обучения, так вы его назовете, сопровождение. Вот. Создаете такой чат по обучению и добавляете новичка в общекомандный наш рабочий чат «Бизнес и красота». И здесь приводятся примеры, да, что человек, все пошагово, да, как добавили человека, как его поприветствовать, да, варианты. Что написать ему в чате, да, то есть задача вот сейчас дать человеку, ну, познакомиться, да, во-первых, тут тоже у нас дальше есть, прям прочитайте, да, чтобы сейчас не тратить время, я не буду, да, вам все засчитывать. То есть здесь задача, если вы, этот человек, особенно не знакомы вам, да, с ним познакомиться, если, тем более, вы добавили в чат спонсора или кого-то еще, да, например, возможно, вы новичка подпустали к кому-то в команду, да, к своему какому-то новичку, да, решили помочь, и вы между собой знакомите. Соответственно, вы тоже его добавляете в чат, соответственно, нужно всех их перезнакомить. Поэтому вы здесь начинаете вот это вот знакомство. Если вы с человеком уже как-то пообщались, уже знаете о нем, вы попросите просто человека в этом чате рассказать, да, про себя. Ну, соответственно, тех людей, кто тоже в этом чате, они тоже познакомятся, про себя рассказывают, да, чтобы человек почувствовал, ну, как бы снял такое, да, с тебя напряжение. Ну, опять же, понимал, что как бы все здесь нормальные люди, как-то познакомились, поняли, что там все с разных сфер, да, здесь кто-то в декрете, кто-то где-то работает и так далее. Потому что потом будем же в чатах пересекаться, чтобы человек понимал, кто это кто, да, эту мини-историю. Почему, да, рассмотрели предложение вообще рассказать, да, про себя, как это касается даже тех людей, которые только пришли, которые уже, да, в Арифлэн, вот, фонсор, да, тот человек, который, да, может быть, новичок какой-то, да, который мы пригласили в команду этого новичка, да. Соответственно, вы знакомы с вот эти вопросы, то есть какое у вас общение, да, идет, человек про себя рассказывает. И дальше вы уже даете информацию, то есть что здесь нужно будет, да, дать, во-первых, информацию про логин, пароль, да, опять же, напомнить человеку, ну, пароль человек обычно сам придумывает, если он по реферальной ссылочке проходит, да, либо потом активирует, даже если вы его сами регистрировали, скидывайте, какую информацию ему нужно, какие приложения скачать, то есть все, что касается ему, как зайти, да, в личный кабинет, здесь вот все есть, ссылочки. Можно скинуть вот такое видео. Тут он наглядно посмотрит уже, у него-то будет все по нулям еще, да, здесь он будет видеть, как это будет выглядеть потом в дальнейшем, когда у него будет появляться команда, как будет отображаться доход, как будут отображаться, там, активные партнеры и так далее, то есть как вот эти, как это потом все в цифрах будет выглядеть, вот, то есть он может посмотреть. Знакомим человека с нашими акциями, потому что, ну, в первую очередь, да, даже если он пришел сюда зарабатывать, мы ему рассказываем о том, какие выгоды он уже может получить на старте, когда он сделает свой первый активационный заказ, да, опять же объясняем здесь, как бы, в чем важность, да, вообще первого заказа, почему ему важно его сделать, и информацию по всем акциям вот здесь вы можете найти, там все обновлено, посмотрите, да, то есть там, то есть вы можете прям так же по шагу воскидывать и комментировать, да, например, голосом. Смотри, выгодно сделать заказ там как минимум на 35 баллов. Ты какие-то выгоды получишь, хлоп, картинку отправили. Но лучше, да, если заказ будет на 75 баллов, потому что ты еще в старте программе будешь участвовать, в следующем топологе за 1000 рублей давайте откроем, да, этот канал. Вот, да, то есть вот они, наши акции, сейчас которых участвует новичок. То есть выгода какая, да, сейчас новичка, он участвует в розыгрыше, 50% на скидку получает, гарантированный подарок. То есть мы это все объясняем, да, если заказ больше будет у человека, то он участвует в старте программе, в следующем каталоге уже на 1000 рублей себе выберет подарок. Но в идеале, да, человеку сделать заказ от 150 баллов, ну, возможно, это будет не первый уже, да, заказ, но в течение каталога, да, и вообще объяснить, что, смотри, у нас, ну, мы делаем, да, заказы в каждый каталог и рассказать, да, что такое 150 баллов, почему такой заказ, да, делать так, минимальный личный товарооборот, который, ну, мы тебя научим, да, и ты в процессе уже не сразу, может быть, да, ну, там, каталог 2-3, ты научишься, и сможешь уже такой заказ там стоятельно оформлять через, там, своих уже, через свое окружение этот заказ собирать, потому что это будет тебе давать возможность уже получать доход с той командой, которая у тебя за это время сформируется, и за свой заказ, да, тоже денежку получать. Ну, естественно, база у тебя будет такая, да, клиентская формироваться, из которой потом тоже в команду будут приходить партнеры, потому что кто-то придет через продукты, да, не все приходят там в дапад на бизнес. Поэтому здесь вот это все есть, вы можете мои голосовые, да, отправить, можете сами прослушать, да, даже человеку своими словами рассказать, то есть вы это все поясняете. Даете каталог, ссылочку, да, кидаете, ну, то есть вернуться в шаг 1. Даете каталог посмотреть, скидываете каталог, и даете задание, касаемое личного заказа. Задание какое? Посмотреть каталог и в свою корзину, знаете, такой список желаний составить, что бы человек хотел бы себе заказать. Возможно, ну, сейчас он не готов, кто это брать, да, но вот если бы у него был безлимит, что бы он вот сейчас заказал из каталога. И пусть он все это в корзину данного каталога, мне кто-то пришлет скрин. И второй момент – заполнить вот такую вот анкетку, которая тоже дает вам возможность, и человеку, да, дает принятие решения, да, что будет действительно выгодно заказать этого каталога, потому что вы ему тем самым поможете, а он вам тем самым поможет, что заполнить эту анкету, даст понятие, что вас конкретно интересует, потому что там есть такой пункт, что бы вы заказали, если бы сейчас это была с хорошей скидкой, то, что у вас не заканчивается. И вы уже, видя эти ответы, можете человеку предложить действительно то, что ему нужно. Не предлагать, например, воду туалетную, которую он там, например, купил на прошлой неделе, да, себе, ему как бы не нужен. А у него закончится шампунь, или там у него умывалка закончилась и так далее. И опять же поговорить на тему, например, ухода за лицом, там, в адах и так далее, согласно тем ответам, которые человек прислал. То есть это вам, знаете, такие помощники. То же самое и список желаний, да, которые человек составляет, то есть как с ним работать, потом у нас будет вот здесь вот в третьем шаге. То есть человек это все заполняет, скидывает вам, да, анкетку, потом вы можете ответы посмотреть по ссылочке. Она тоже вот тут в третьем шаге будет. Вы, если что, пишите, что, если непонятно. В комментариях у нас есть возможность писать. Все вот понятно или какая-то каша, или вы все равно следите, открыли вот это сопровождение. Просто напишите кто-нибудь в какую-то обратную связь, чтобы я понимала. Еще одно задание, да. То есть смотрите, здесь задание на первом шаге какое. Дать человеку информацию про личный кабинет, скинуть каталог, дать задание, да, посмотреть, поизучать каталог. И задание, ознакомиться с нашей, с более такой, да, подробной сутью бизнеса. И тут уже такие, знаете, дополнительные задания. Подписаться на канал, на спонсоров, свой скинуть, да, там, Инстаграм или свои соцсети, где бы есть. И дополнительные здесь вот канал доходы. То есть такое, больше уже такое. Посмотреть, подписаться. То есть по времени это не затрачивает много времени. Поэтому, в принципе, в течение там часа, полутора, да, человек как бы все это поизучает, посидит, полистает каталог, посмотрит, и все эти задания может выполнить. Какие из них задания, да, дальше? То есть вот они все прописаны. Суть бизнеса. Можете какую-то другую суть бизнеса. Возможно, да, вам нравится там какой-то другой спикер из тех, что, например, нас вели, да, как по суть бизнеса. Вы можете посмотреть на нашем канале, да, набрать прям суть бизнеса, записи. Кого-то посмотреть, да, скинуть. То есть не обязательно только вот эти вот ролики, да, использовать. Добавиться на командные каналы наши, подписаться на соцсети. Вы можете свои соцсети, либо там своего уже код, да, там менеджера, либо еще, ну, тут с кем вы работаете. Дополнительно, да, скинуть, чтобы новичок ваш знал своих спонсоров. Добавиться на канал доходы там, чтобы, да, посмотреть. Ну, чтобы опять же человек глянул, ага, что как бы и доходы люди получают, сказать, что это на самом деле правильно, ну, что правда, и вообще какие доходы бывают, что есть и 30, и 20, и 100, и 500. Ну, и, собственно, уже как бы вопрос, да, последует как бы, а что ты вообще хочешь от Reflame, какой бы доход тебе бы здесь понравился, да, и какой бы ты хотела бы доход здесь зарабатывать. Ну, так даже вот, да, на первое время. И задача, да, договариваемся, человек выполнил задание, и договариваемся на водный спонсор. Почему вот я еще сказала про 72 часа, потому что вот эти вот первые три дня, они очень важны, да, и когда человек только зарегистрировался, да, в принципе, в течение там день-два он может все это поизучать и договориться с ним, созвониться. Опять же, созвониться, это в большей степени нужно даже не самому человеку, да, а нужно вам, особенно если человек незнакомый, вы по холодному рынку с ним познакомились, увидится, да, глаза в глаза, вживую, все равно это другие ощущения, да, другая энергия, человек тоже как бы видит вас, располагается, и вы видите человека, да, все равно либо в переписке, да, или там голосовая, либо когда вот так вот вживую, то тоже много становится понятно, да, в человеке, и настрой его, да, и заинтересованность, или там, понимает он, не понимает информацию. И вот здесь вы можете опять же себя, то есть здесь вы договариваетесь, когда человек, не просто, да, вот скинула тебе, давай изучай, а здесь заручиться, да, Маш, ты когда сможешь изучить эту информацию, давай с тобой договориться, до завтра успеешь, давай вечером с тобой спишемся, обсудим. Во-первых, вы как бы видите, да, насколько человек вовлечен и ответственный, да, насколько он выполняет задания. То есть тут кто-то быстро, да, тут же за час, за два, все, я уже все сделала, все посмотрела, да, и он же посмотрит, да, и студ бизнес, да, и все это поизучает. Нам бы по-хорошему, да, вот так вот созвониться, пообщаться, доход посмотреть. То есть вы все вот эти вопросы по этим всем заданиям можете узнать вживую, да, созвонившись с человеком вот на такой вводный. Поэтому вот здесь вы можете себя проверить, что ли вы отправили, да, по пунктикам, и вы договариваетесь на созвон. И созвон у нас, видите, есть на втором шаге. Второй шаг. Первый – вводный созвон. Здесь, кстати, на этом канале, где информация. Информации видите немного, потому что там пример вводного, он текстом, да, вы пока вы только вообще, если ни разу не проводили такие там созвоны, то вы можете проводить вместе со спонсором, да, и посмотреть, раз, два, три, пять, посмотреть, хронологию, да, записать, о чем, да, разговаривать, чтобы потом можно было уже самостоятельно проводить. А сам, скажем так, шаблон, да, созвона, он есть вот здесь вот прямо закреплен, видите, прям целый сценарий, да, что говорить. Готовый текст, о чем поговорить с человеком. Все, просто открываете и разговариваете. Здесь ничего сложного. И здесь задача, опять же, как я сказала, самого этого вводного, чтобы познакомиться с человеком, увидеться и задача вводного, договориться с человеком, он же выполнил задание, как он выполнил задание, как он понял суть бизнеса, самое главное, потому что уже попросить человека проговорить, потому что вы же здесь давали задание в первом шаге про суть бизнеса, как он понял, там, три вопроса, да, тоже посмотрите, за что компания платит деньги, то есть вы, опять же, человек, когда проговаривает своими словами, либо он написал об этом в чате, вы потом можете на вводном это все обсудить, да, и опять же, суть работы вы можете, ну, как бы немножко там своими словами, да, где-то человеку более там детально какие-то вещи, да, объяснить, перспективы показать, работы, где-то на примере его там деятельности, чем он там занимался, показать, и как это у нас работает, ну, то есть тут вот такой диалоги, да, может прям разговор, да, пройти, и, естественно, спрашиваете, да, про доходы, видите, да, насколько человек, ну, чтобы с ним какие-то дальнейшие планы, да, ставить, то есть что он хочет заработать, может, ему там первые там 5-10 тысяч достаточно будет, а кто-то очень амбициозно, и он вообще сюда пришел за большими доходами, да, или он сейчас без работы ищет работу, да, соответственно, он уже настроен совсем по-другому, ну, то есть тут все зависит от человека, и это как раз-таки будет понятно в диалоге, когда вы с ним ознакомитесь, когда вы с ним вот так вот созваниваетесь вводным, если уж, ну, прям совсем не получается, да, сувениться в живую, то вы все это просто договариваете с человеком, давайте с тобой тогда пообщаемся в чате, да, и в этом же чате вы с ним общаетесь, там, голосовыми, текстом, чтобы человек был на связи, не так, что, знаете, там, мы ему написали, он там через полгода только ответил, да, и получается, что он такой растягивается на неделю, на несколько дней, да, этот диалог. Нет, то есть вы договариваетесь, скажите, давай, у тебя есть сейчас как бы время, ну, да, ты не можешь там вживую выйти, ну, давай хотя бы так-то, да, пообщаемся. Но, опять же, понимаете, то есть лучше настоять на том, чтобы человек созвонился, потому что это нужно вам. Лучше вы увидите человека, познакомитесь, и это, ну, знаете, такое как бы еще больше доверия вызывает и у него, и у вас к человеку, и сближение, не знаю, что ли. Это как вот то же самое, что с мужчиной, знаете, знакомишься, через сети переписываешься, или ты уже пришел на первое свидание, и тебе многие вещи стали очевидны. Вам просто не нравится, как у него пахнет, да, при первой встрече, не знаю, какие-то вещи. Все, и вам уже не хочется с ним дальше, да, общаться. Ну, это я так, конечно, не сравниваю, да, с партнером. Но тут как бы все равно вживую, когда мы созваниваемся или встречаемся с человеком, все равно, ну, как-то какая-то близость такая, да, происходит, да, с человеком, и дальше как-то уже проще с ним общаться даже вам самим. Поэтому итог этой встречи, вот тут вот прям все вводно, вы прям зайдите, посмотрите, я даже здесь продулировала, да, это узнать у человека, как он понял суть бизнеса, и перейти, узнать по поводу активации заказа, потому что нам нужно сейчас что, да, чтобы человек сделал свой первый заказ. Опять же мы объясняем, проговариваем это все, да, для чего? Для того, что тебе нужно понять, как делается этот заказ, как вся эта система работает, получить уже печатный котлов, во-первых, поучаствовать в акции, да, потому что у человека время тикает, да, 21 день, и он участвует в стартовой программе, он же может сразу заказ на 75 баллов правильно сделать, а не только себе заказать, но еще и собрать там со своими знакомыми. И второй момент, да, объясни, что смотри, ты делаешь заказ, мы сейчас с тобой начнем приглашать людей, и у тебя тоже, ты же будешь своим людям объяснять, что нужно тоже сделать первый заказ, не сам, у тебя уже начнет товарооборот в команде пополняться, да, если ты сам не делал, ну как тебе люди будут повторять, если ты сам, да, не размещал еще заказ. Во-первых, и продукт попробовать, чтобы рассказывать людям, да, о каких-то продуктах, которых ты сам заказал. Ну, и опять же вспоминаем, да, у нас, компания нам платит с организацией товарооборот, поэтому, ну, тут в любом случае, да, мы должны оформлять заказы, поэтому здесь мы договариваемся с человеком насчет активации заказа. Как? Если он готов сейчас, ну, что-то ему нужно, да, и он готов уже сам сделать заказ, то мы ему помогаем. И вот как этот заказ активировать, видите, здесь все как бы по пунктам прописано, да. Если человек скидал вам и свой вот этот вот список желаний и заполнил анкетку, то есть вы спрашиваете человека, готов ли он сделать заказ сейчас. Если там готов, но у него там какие-то сомнения по поводу заказа, вы можете, опять же, по этой анкете ему провести такую консультацию. То есть я вот даже на вот этом шаге третьем, вы здесь, давайте сразу туда перейдем, я здесь записала, вот видите, на 4, практически на 5 минут, я открыла здесь анкету и прокомментировала, что можно, да, человеку посоветовать, какие вопросы позадавать, основываясь на, как эти рекомендации, да, ему, да, по поводу анкеты. То есть если человек, знаете, готов заказать, он, в принципе, то есть у нас продукция повседневного спроса, да, если касается каких-то средств, там, декоративной косметики, не знаю, хода за лицом, конечно, здесь ваши какие-то рекомендации нужны. А так, в принципе, выбрать какие-то средства, то есть если человек готов, и у него сейчас есть возможность, он и так закажет, правильно? Если человек нет возможности, ну, бывает, да, чаще, почему нет возможности, например, сейчас нет возможности самой купить, да, там, не располагается на этой денежной сумме, значит, что мы ему предлагаем возможность этот заказ, ну, собрать заказ по своим знакомым. Соответственно, мы даем шаблон, даем готовые тексты, я вот еще сюда докину, вот здесь, как легко сделать заказ, вот здесь у нас есть канал, да, мы даем новичку подписаться, да, где он может тоже, да, брать, там посмотреть, да, разные отзывы по текущему каталогу, как разместить заказ, как оплатить заказ, то есть вы можете потом этот канал ему скинуть, то есть он может, опять же, здесь все послушать, посмотреть, ну, либо, чтобы его сильно туда не загрушать информацию, вы уже просто конкретно скидываете, да, например, как сделать заказ, вы можете ему посоветовать, да, скинуть шаблон и скинуть готовые, там, текстики, например, как можно собрать, там, заказ, там, например, на вот, через вот такие вот маски, вот сейчас сюда подобавляю, вот эти вот тексты, которые такие актуальны, через тушь нашу, опять, вот, маски для лица, например, да, сейчас, что-то такое недорогое, там, гели для душа, то, что нужно абсолютно каждому, да, и, ну, я думаю, каждый, да, кому бы человек не обратился, не знаю, каждый второй, там, гели нужны, то есть у нас много таких примеров, да, что девчонки брали эти тексты, да, и рекомендовали своим знакомым, собирали, там, по 18, по 20, то есть на первый заказ легко можно вот так вот, да, по знакомому, они что-то еще, ссылочку на каталог посмотрели, да, что-то еще параллельно заказали, поэтому человек здесь, он, мы договариваемся с ним, что он делает, да, либо сейчас оформляет, либо он собирает заказ, пока он заказ собирает, нам-то тоже, как бы, дальше, да, нужно его сейчас включить, чтобы он уже начал приглашать, потому что параллельно он будет уже показывать каталог, но, опять же, я всегда говорю, давай покажешь каталог в каком-то своем прям близком окружении, там, маме, сестре, соседке, там, близкой подружке и так далее, потому что, смотри, нам-то интерес какой, чтобы мы с тобой в первую очередь людей позвали в бизнес, рассказали о бизнес-возможностях, потому что, если сейчас мы начнем всем предлагать каталог, да, то, ну, получится так, что, да, люди, как бы, ты рассказала про Reflame уже, да, потом ты предлагаешь им, давай работать, я тебя приглашаю, есть вариант удаленной работы, у них будет, да, вот такая вот, ну, не стыковка, Reflame работает, значит, надо каталоги показать, поэтому пока вот он по близкому окружению собирает, мы параллельно тут же начинаем приглашать людей в чат на троих, то есть запускаем новичка в рекрутинг, выдаем ему инструменты, как он может сейчас, что он может написать своим знакомым, чтобы новички, чтобы его знакомые перешли в чат на троих, и вы, как спонсор, уже дали информацию о работе. И там уже человек соглашается или нет, если нет, значит, тоже смотрит каталог, это тоже потенциальный клиент, который может у него что-то заказать и сделать заказ. Поэтому, ну, я вот, например, тут сильно не разделяю, что не жду, когда человек, вот он сейчас будет неделю заказ собирать, и не будет никого приглашать. То есть вы делаете параллельно, да, что, хорошо, давай тогда собирай заказ, но давай мы с тобой еще тоже начнем параллельно и приглашать людей в бизнес. Поэтому кому-то ты там сейчас маме там скинешь, еще кому-то каталог. У нас есть отдельный канал, я здесь сильно не расписывала, да, который называется «Запуск прикрутинга». Вы тоже его сами прослушайте, да, и просмотрите, потому что здесь у нас два основных метода. Это работа с баннерами и работа, как теплые контакты приглашать. И здесь вначале, здесь такая информация для понимания, да, вообще с чего начать приглашать людей, чтобы человек понимал, да, что есть статистика и задача как бы звать всех, но, опять же, не все придут, будут слушать информацию, не все, кто послушает, будут регистрироваться. То есть тут как бы для понимания, да, как вот этот процесс проходит, да, рекрутинга. То есть такая вот, да, получается у нас, да, скажем так, воронка, да, что будут как бы люди на каждом этапе отсеиваться. Ну, как бы это нормально, те, кто не захотят присоединяться, а эти люди уже будут как в качестве их клиента. Вот. И здесь все есть, и шаблоны и так далее. То есть вы можете взять то, что вам откликается, да, или тем шаблонам, которым вы сейчас работаете. Как, ну, я делаю, да. Я предлагаю человеку выбрать 5-10 человек, написать их имя, их короткую характеристику, да, или там мы созваниваемся с человеком. И он как бы говорит мне, слушай, у меня вот эта вот посетка, она там сейчас в декрете, вот как ее позвать? Все, мы с ней как бы шаблон составляем, да, либо как делает Костя, да, то есть вы сами выходите, да, многие в эфиры, вы открываете телефонную книгу, вы можете так же с новичком, да, давай, открывай, давай с тобой созвонимся, открывай, делай экран телефона, вы можете в этом же чате, да, сопровождение созвониться, не обязательно там, да, в жгучем рекрутинге. Открывай телефон, давай посмотрим, к кому мы с тобой пойдем, да, кто это там, вы какие-то, кому бы ты первому написала. Все, кто это, давай ему вот так вот напишем, а это и вот так вот. То есть где-то с шаблонами будут схожи, потому что кто-то в декрете, ему можно и работу предложить, да, дополнительно, кто, может быть, работает, ему можно предложить информацию, да, слушай, послушай, может быть, кого-то мне посоветуешь, да, чтобы человек не отказался, да, от информации. Поэтому здесь какие-то вот будут пару-тройку шаблонов, которыми человек будет приглашать. Все, то есть вы, то, что вот даже если базовый курс проходили, можете брать задание даже оттуда, да, как баннером поработать, как поработать, приглашать вот так вот своих знакомых в чат на троих. Все, и тут новичок у вас уже, ну, опять же, либо включается, да, вот этот процесс, либо у него какие-то вопросы здесь появляются, то есть все это по ходу мы решаем. То есть вот по сути задача, да, вашего сопровождения, чтобы новичок сделал первый заказ, включился в рекрутинг, ну, а дальше он уже пока вот эти там 2-3-4-5 дней, да, у него все это где-то начинает кого-то приглашать, он попадает уже на какое-то, на какое-либо обучение, да, либо это базовый курс, либо это школа ЛТО, да, но желательно, чтобы он сразу сначала попал на базовый курс, где он уже, опять же, да, какие-то эти этапы повторяет и получает как-то новую информацию, опять же, там, про факты гордости, про 8 видов дохода, опять же, про сопровождение и так далее. То есть он весь этот процесс вливает, смотрит на эфир и так далее. Но вот вождение вот идет вот в этом как раз-таки в чате, который вы создаете с человеком. Вот. Ну, у меня здесь все. Еще вот у нас один такой, ну, потому что его немножко не доделали, ну, когда будет уже отдельно его запустим. Так вот основные шаги, вот они такие, да, про активацию заказа и про как в рекрутинг человека включить. Все. Тут он уже либо включается у вас, либо размещает, либо размещает и просто остается таким клиентом со скидкой. То есть тут уже зависит от человека, да, и, соответственно, с вашей стороны это, конечно же, должен быть контроль. Да, каждый день выполнения заданий. Создали задание, да, проверили, что у человека не получается. Опять же, готовность, да, его. Ну, может быть, он пришел, увидел, что, ага, что-то нужно такое делать, а ты его не устраиваешь. Ну, окей, пока наблюдай, бери для себя. Вот. Но опять же, задача как можно, да, быстрее включить человека и чтобы он в эту работу вник. Но опять же, если у человека нет желания, или он не был готов, да, к такой работе, то что мы здесь уже сделаем из него. Поэтому идем дальше рекрутируем и ищем новых партнеров. Поэтому здесь все равно будут люди, которые, ну, не все будут включаться в рекрутинг. Не все будут делать заказы. Это, да, заказы могут там, каждый там второй, да, делать, в принципе. Потому что продукт-то нужен, да, нужен-то по сути всем, да. Они могут просто для себя пользоваться, участвовать в актах предложения. А дальше уже, ну, запуск в рекрутинг, да, здесь уже объясняем человеку, что это будет дальше срабатывать, если он пришел туда зарабатывать деньги. Поэтому здесь где-то за ручку вместе включили экран, проконтролировали, какие шаблоны он что-то отправляет. Опять же, поговорили, да, с ним, что-то не просто так бездумно, да, всем раскладывался, все телефоны, книги. Опять же, ну, основывался и ориентировался на те рекомендации, которые вы даете, да, на тот шаблон, который вы даете, да, как общаться с людьми, а не просто так, что он там где-то выбрал с потолка, да, и пошел с кем отправлять, что у него нет отлика, чтобы тоже, знаете, не дрогать, наломать, вот. Поэтому здесь нужно как бы тоже держать руку на пульсе, просто человеком, ну, человека спрашивать, окей, сегодня что сделал, поделись там, да, кому что отправлял, кинскрин, да, что скинул, что тебе ответили, то есть сразу вот объяснить, да, что как бы что-то не получается, то есть мы с тобой на связи, я тебе во всем помогаю, я заинтересована, что у тебя здесь получилось, поэтому не стесняйся, спрашивайте, да, и все, потому что некоторые как бы, ну, что ему дали информацию, стесняются, да, лишний раз там дергать спонсора и как-то сами там себе варятся, где-то какой-то негатив получили, и все, и как бы замолчали, да, поэтому тут вот важно ваше постоянное внимание к человеку, поэтому первые вот эти вот 3-5 дней, да, вы с ним как бы полностью на связи. Понятно, да? Все. У меня вся информация для вас. Эфир сохраняю. Ссылочка у вас есть, заносите каналы. Так, какие-то эти вопросы, посмотрю, вопросов нет. Все, пользуйтесь. Очень удобно, потому что мы тоже этим каналом пользуемся. Все, с тем, ребят, пока-пока. Я отключаю. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok